Меня зовут Семен Кирилл, и сегодня я хотел бы с вами поговорить про статью Block Recurrent Transformers. В общем, какую проблему вообще решают авторы статьи? Проблема заключается в том, что attention классический, он квадратично зависит от длины последовательности, и поэтому его очень тяжело использовать для каких-то больших текстов. Существует уже достаточно много различных методов, как это можно исправить, как эту зависимость реализовать. Например, можно сделать тем или иным образом softmax линейный, приблизить эту функцию и умножать сначала матрицы k на b, а потом уже все это на q, когда мы избежим того, что у нас появится матрица размера длина последовательности на длину последовательности. Также можно, например, говорить о том, что вот у нас есть очень большой текст, давайте мы будем говорить, что есть в нем какие-то куски. И вот внутри этих кусков у нас будет attention полный, но между кусками attention будет только по одному токену, который будет этот кусок представлять. Но это вот про разреженность. Также можно использовать методы компрессии. Например, у нас есть матрица 300max, у нас умножается матрица q на k. Ну давайте как-нибудь сожмем матрицу k, то есть умножим в нее на какую-то другую матричу, которая уменьшит нас количество, то есть длину последовательности. И мы как будто бы будем делать усреднение, то есть есть attention. Да, мы хотим взять какую-то взвешенную сумму, но уже по новым векторам. Также мы сделаем с векторами v. Ну и есть еще другой метод, это вот тот, который будем сегодня обсуждать, на котором основывается трансформер Excel и трансформер, о котором будем говорить. Это скользящего окна. И, наверное, давайте перейдем сразу к нему. Метод достаточно простой. В общем, заключается он в том, что у нас есть какое-то окно. Например, текст вообще бьется, в прямом мере, трансформер Excel, он бьется на какие-то сегменты. Каждый сегмент может смотреть внутри себя, у него происходит self-potension, но также он еще может смотреть на предыдущий сегмент. Вот здесь, например, на картинке показано, что есть какой-то предыдущий сегмент, который мы уже обработали, мы у него закашировали, значит, K и B векторы, и можем их использовать, можем делать по ним attention в нашем текущем сегменте. Ну и так вот этим окном просто двигаемся по всему адресу, по всей последовательности. Что очень важно заметить здесь, когда мы делаем вот этот вот attention на векторы, которые не принадлежат нашему сегменту, то есть предыдущему они принадлежат, мы не пропускаем через ней кредиенты. То есть вот здесь показано выше на формуле, как мы получаем hidden state. Мы берем hidden state с предыдущего блока и просто конкратонируем с hidden state предыдущего блока в предыдущей последовательности. Ну, так же, как обычно всего, кроме того, что у нас векторы, ну вот векторы Q получаются, они все-таки только из наших H, мы никак не учитываем в предыдущей последовательности. Вот, ну, основная идея заключается в трансформе XR именно в этом. Теперь о той идее, которую предлагают авторы. Они все так же используют слайдинг в Windows, но теперь они сначала делят весь большой текст на сегменты, например, длины N. Потом каждый сегмент они дополнительно еще делят на блоки. И вот внутри блоков уже, внутри сегмента, мы, по сути, тоже идем с этим воскользящим нашим окном. Но внутри блока у нас вся информация, она через градиенты все еще течет. То есть, например, вот если рассматривать, вот, допустим, здесь такая ситуация на картинке, что у нас последовательность длины N делится на два блока. Вот этот вот блок и вот этот вот блок. А вот этот серый блок, он нам пришел как в трансформер Excel просто с предыдущего сегмента. Для первого блока мы делаем attention в том числе на предыдущий сегмент, про который градиенты не текут. Просто потому что для первого блока до него как бы ничего не было. Поэтому мы вынуждены делать это так. Но для всех остальных блоков внутри сегмента, когда мы делаем attention на предыдущие токены, мы также пропускаем через неградиенты. Это как бы основное отличие этого механизма, который они поменяли в своей статье. Также они еще сделали рекуррентный слой. В общем, рекуррентный слой состоит из двух частей. Первая часть – это вертикальная, вот слева представлена. Вторая часть – это горизонтальная. Тут еще важно отметить, что обычно у нас между блоками трансформера просто для каждого токена передается имбезинг. То есть сюда входит матрица каждый раз размером длины последовательности на размер имбезинга. Теперь у нас две такие матрицы. Одна из них все так же отвечает за токены, за имбезинги для токенов, а другая матрица отвечает за имбезинги для состояния. Состояние – это как бы какие-то абстрактные информации, которая может быть изучена моделью из текста, чтобы потом делать на нее просто теншн. В общем, подробнее про каждый блок. Вартикальный блок, он по большому счету, это буквально совершенно тот же самый блок, который есть и в обычном трансформере, но с небольшими модификациями. То есть мы все так же получаем на вход имбезинги токенов и на выходе у нас имбезинги токенов. Но одновременно с этим мы делаем кросс-аттеншн на имбезинге состояния. Причем кросс-аттеншн и селф-аттеншн делаются параллельно, в отличие от, например, ванильной какой-нибудь энкодер-докодер-архитектуры, где это делается постоянно. А горизонтальное направление, то есть по большому счету вертикальное направление обрабатывает имбезинги токенов, а горизонтальное направление обрабатывает имбезинги состояния. Как оно обрабатывает имбезинги состояния? По большому счету все буквально то же самое, что в предыдущем блоке, но теперь у нас селф-аттеншн делается между имбезинги состояния и кросс-аттеншн на имбезинге токенов. этом вся разница ну и второе отличие то что у нас вместо skip connection который был у нас теперь стоят гейты как на благостоянках и вермянках а больше никакого отличия нет что еще важно отметить в том что у нас вот когда на вход каждого из этих вот блоков приходят в одном из них слева токенов а справа состоянии мы для них вычисляем векторы киеве так вот векторы киеве между этими двумя блоками они шарятся то есть они одинаковые но вектор q у нас для каждого блока свои причем как для self-attention так и для cross-attention таким образом у нас получается вообще четыре блоки еще важный момент это то что во первых авторы не используют абсолютные позиционные бейзинги потому что игра что она неплохо работает для очень больших обстоятельностей они используют относительно и второй момент что они также используют большому счету абсолютные позиционные бейзинги но для состояния здесь показано везде на картинке что она приходит какие-то состояния и мы добавляем к ним по большому счету это просто позиционные бейзинги абсолютные но для состояния чем не отличается по идее и да еще одна вещь которая стоит сказать это типы гейтов которые используются вот вертик в горизонтальном блоке они рассматривают два типа а fixed gate это такой очень простой гейт в котором вот мы получаем а здесь вот z и z это то что приходит нам снизу и контекст этого то что сверху течет то есть z нам приходят либо после времени проекции а насчет меня проекции здесь вот мы в обоих случаях мы как и тонируем просто бейзинги которые получились во время селфа теншина и кросса теншина и просто потом прогоняем через проекцию а то есть z это либо то что получается после этой линии проекции либо то что получается после c это тоже сверху течет в фиксированном случае с фиксированным гейтом идея очень простая но вообще идея заключается в том что мы какую-то информацию хотим запомнить какой-то забыть вот и в последней формуле в общем-то это и выражено здесь мы фиксированном гейте у нас есть только один обычайный вектор b а который никак не зависит ни от нет и проблема заключается в том что например когда она во время учения как там изменяется но во время инференса это всегда будет один и тот же вектор если посмотреть вот на эту формулу то время инференса учитывая что же меняться не будет это просто будет скользящих специально среднем то есть оно никак не будет смотреть на текущие c и z и как-то на них обслабливаться и понимать что нужно за запомнить и что можно забыть lstm гейт следующую формулу здесь здесь то что мы хотим забыть и то что мы хотим запомнить уже эта информация эти векторы которые умножаются они обусловлены на то что к нам приходит то есть мы везде смотрим на вектор h который хитон стоит к нам пришли поэтому как бы теоретически кажется что это должно работать лучше имеет гораздо большую выразительную способность а еще стоит упомянуть про конфигурацию которую они использовали три разные конфигурации гейтов 1 долл это буквально то что вы видите на картинке когда у нас есть два гейта а сингл это когда мы решаем что вот этот гейт нам не нужен соответственно это все время проект на тоже не нужно это все просто выкидываем и скип это когда второй гейт выкидывается то есть то же самое просто мы не делаем лупи и не делаем еще стоит сказать про рекуррентность потому что авторы ну они снова сравнивают нас слойный трансформер и рекуррентный слой о котором я рассказывал такой слой он есть только он является десятым то есть все слои с первого по девятый до него это обычные слои и два слоя после тоже обычные слои то есть рекуррентный слой не используется только один они пробовали стакать его эти слои рекуррентные последовательно это не давало никакого прироста и пробовали на вашем каком-то расстоянии условно там второй третий будет рекуррентный десятый но это ничем не отличалось от того что они просто добавят еще один обычный блок поэтому они становились на том что вот они будут использовать только один и он будет десятым также они использовали фидбэк модификацию это идея взяты из фидбэк трансформер которая насколько я понял заключается в том что нас теперь вообще все блоки могут делать просто теншин на хит на скрытое состояние вот это понятное дело вроде как должна быть гораздо мощнее и выразительнее но при этом гораздо больше затраты по вычислениям вот от этого поэтому с точки зрения результатов да еще стоит что во первых метрика это боишься мгарифм от рефлексии во-вторых датасеты это она гитхаб это просто просто репозитория с гитхаба на разных языках у них каждый текст у них формировался то что не брали кодов репозитория все файлы просто один как и получали как бы большой текст но архив понятно это просто научные статьи и 19 это просто я так понимаю литература которая была до 1915 года в общем литература excel теперь по модели excel это просто трансформер excel у которого вот соответственно окно 512 слайды это большом счету тот же самый этот трансформер excel но как я вот рассказывал что мы теперь делим текст сначала на сегменты например 436 потом каждый сегмент делом делим на блоке 512 то есть это по большому счету то же самое но немножко другом работы с последствий и уже даже здесь можно заметить что немножко лучше чем то что мы пропускаем градиенты через предыдущий блок это уже немножко лучше чем обычный трансформер excel далее идет блок с рекуррентным их слоем но тут понятно ласты им это чип гейтом через второй двойточий tool это фигурации ну фидбэк фидбэк версии это просто вместо рекуррентного слоя у них там этот фидбэк трансформер идея оттуда взята вот ну и они еще для примера взяли брайзин трансформер в общем что они тут хотели вообще показать то что перплексия у них ну там покорить ее значительно сильно уменьшился по сравнению с трансформером excel на всех которые они рассматривали вот но также стоит заметить что учитывая что количество параметров этих моделей она практически одинаковая вот например их лучшая версия она работает в два раза быстрее чем лучшие версии трансформер excel также до чего стоит заметить что лучшая версия это когда мы делаем очень простой fixed gate который никак не обслабливается на текущее состояние и при этом скип конфигурацию когда мы последний большой огромный млп который кажется очень можно очень много информации извлекать а мы просто выкидываем его вот авторы об этом в конце у себя написали в общем какие они видят проблемы это в том что кажется что но идея это интересная потому что они сделали такой lstm-like блок который и с идеей с 1 виду которая должна как бы позволять более большие контексты для модели запоминать извлекать них информацию а по факту мы получили просто то что не взяли из-за них только один блок что как бы не очень то есть кажется что если бы это очень все хорошо работало то заменили бы мы там ну либо все блоки либо очень много из них вот ну и да как я уже упомянул также фикс гейт показал себя лучше чем лстм-гейт хотя если навинуться к этим формул но фикс гейт на инференсе это просто скользящее специально среднее что как бы вообще непонятно почему должно работать лучше чем какие-то какой-то лстм-гейт который будет обслабливаться на текущую информацию у меня на этом все если есть вопросы коллеги если вопросы на у меня есть вопрос можешь вернуться пожалуйста к табличке до сюда так во первых меня смутило они сравниваются с обычным трансформером где никаких наворотов нет но который типа медленно работает а почему у них метрики получаются лучше чем у такого полного трансформера ну они сравнивают трансформер excel и вот состав версии ну да ну так трансформер excel там он вообще никак неограничен он может смотреть куда угодно вот а ему там нет этого слайд-виндоу ничего нет по идее он же должен лучше работать почему получается по метрикам что он работает хуже ну они рассказывали по крайней мере когда вот они даже сравнили excel и слайд но на на тренита все таки у excel есть виндуу даже так и на трене например слайд-версия она работает лучше они говорили просто потому что у нас теперь градиент впускается через предыдущий блок ну а река нет версия понятно на не только это использовать но еще и в техновый блок часток у excel трансформера него есть слайд-виндоу или нет на трене есть на трене есть хорошо тогда допустим так нет не допустим а почему тогда excel и работает в два раза медленнее чем слайд типа у него на валидации нет слайд-виндоу ну я вот этот момент не особо помню трансформер сель поэтому тут я могу сказать но они у себя статье тоже не застряю внимание особо окей ладно а так и вот про эти метрики мне кажется или они все-таки не очень сильно друг от друга отличаются то есть там них лучший результат 9 0.952 на pg 19 а до этого но вот у слайд-двенадцать на который работает быстрее 0 989 насколько это значительная разница и насколько это статозначимая разница но насчет ста значимости они точно ничего не писали но они просто просто коротко говорят авторы это большая разница все но при за ней ничего никак ничего не поменяли ну окей ладно хорошо она еще вот они ввели в трансформер рекуррентный блок просто вот это время время работы которые они читали а как она считалась просто трансформер он же хорош тем что он параллелится хорошо да там может быть много вычислений там какие-то перемножения матрицы но они хорошо параллелятся а если мы вводим рекуррентные блоки то там нужно что-то последовательно уже делать вот просто возможно на больших бачах она действительно работает там это ускоряет все вот но если мы там маленькие какие-нибудь бачи даем там сохраняется этот прирост в качестве в скорость работы просто там вот вот то что мы длинные цепочки в какие-то rnn-ки пихаем ну или rnn-лайк блоки это не испортит нам все здесь ну дело с рн-лайк блоками в том что ну то есть почему короче это работает быстро потому что это все еще работает параллельно потому что мы оперируем на уровне блоков они только блоков то у нас всего там мысли вот смотреть на то что они использовали сколько у них 8 блоков получается она кирюки все да хорошо окей спасибо